ПАНК КАЙ! Это моя Артина Мира. Приветствую, с вами Мастер Ира. И сегодня мы будем делать обзор на арту Яндекс Дензий Ведьмак. Ну что, давайте начнем. Значит, арта мне пришла 4 июля. Очень-очень долго шла. И пришла мне арта вот именно вот в каком-то мерке. Выглядит в собственном стиле. Это не тоже специально. Повыделывались, не знаю зачем. Но выглядит довольно прикольно и необычно для них. Так, это уберем. Значит, пришла мне арта. И что я первое увидел, это вот этот вот... Не знаю, такую маленькую картонную открыточку, скажем так. Довольно трудно было запаковано. Сотрыв ее, мы видим Зеронка и Цири. Кстати, если вы заказывали виртуальную карту, то вы могли увидеть, что можно было выбрать либо Зеронка, либо Цири, либо обоих. Но у меня виртуальная карта тоже есть. И я выбрал вот такой формат. Внутри есть вот такое обделение небольшое. Там оказалась не сама карта. Там оказалась вот такая бумажечка с двумя наплетками. С медальоном волка. Возьмите кожа очень трубка, очень красиво. Ну, если вы видите вот эти вот... Не знаю, как их назвать. Парковные держатели. И вот мне самих по трассе была карта ведьмак. Возьмите, карта красивая. Если вы видите, то... Волка переливаются глаза. Это камера, наверное, не передает, но в реалии это выглядит намного покруче и интереснее. Значит, на лицевой стороне карты нет ни имени, ни владельца, ни срок до такого она работает. И нету ни кода, ни номера, ничего. То есть, с одной стороны там и... Понятно, чтобы не загораживать картинку. А с другой стороны можно было хотя бы номер карты указать. С обратной стороны... Ну, тут уже, конечно, все есть и номер, карты, и от, и срок, ну, и имя владельца. Карта, если мы видим, какой еще красный, как отцовочки, сделано добротно. Вот. В принципе, мне арт понравится, сделана классная, труда, красивая. Спасибо Яндексу. Так и... Вот так, зачем было, не нравилось. Ну, это все, что было вот в этом. Что же пришло еще от Яндекс.Телек? Так, точнее, две бумажки. Первая бумажка, это... Это заявление. Заявление на то, чтобы сделать арту зарплатной, переводить на нее бабки. Ну, этого я делать пока не собираюсь. А вторая... Это... Вот такая вот инструкция. Если вам интересно, что написано в инструкции, то там... Они пишут, что мы рады вас приветствовать, рады, что вы выбрали нас. И мы собрали всю важную информацию по вашей новой карточке. Ну, и тут они пишут, как ее активировать, как использовать, как пополнять баланс, как получить зарплату, как снимать наличные. И есть ли у карты PHP, и если есть, то как его активировать. По всем вопросам обращаться к ним. Есть штрих-коды для iOS и Android устройств. Ну, конечно, это все мне тоже не нужно. То есть, там это все легко, ясно и понятно. Что я хочу сказать о карте? Карта мне... Вот понравилась, выглядит красиво, круто, да, интересно. Единственный минус карты, это доставка. И так как я живу на юге России, то карта мне шла очень долго. Я ее заказывал в конце мая. Мне сказали, что карта придет в конце июня. И я такой, в конце июня захожу на свою почту, думаю, Завтра, там, послезавтра идет карта, нужно идти забирать, надо посмотреть, где. А мне приходит сообщение о том, что Вы не переживайте, карту мы отправили, но карта придет в середине июня из-за коронавируса. Я думаю, и тут этот долбаный коронавирус. Но карта мне пришла не в середине июня, а четвертого, в субботу. Точнее, она пришла в пятницу, и мне сообщение об этом пришло где-то в одиннадцать вечера. А я, соответственно, в это время не мог пойти и ее забрать. Поэтому забрал четвертого июня, в субботу. Кому интересно, у меня две карты. То есть, одна пластиковая, другая виртуальная. А, кстати, кому интересно по поводу бонусов. То есть, многие заказывали из-за бонусов. Да, бонусы. Бонусы есть, бонусы пришли, но я бонусы не активировал. Потому что в винт я сейчас не играю. И я не знаю, спустя время, можно его активировать или нет. Для меня это большой вопрос. У кого есть карточка и кто активировал бонусы, напишите, действительно, как это работает, как это выглядит. Не было ли никаких проблем, ну и так далее. Сейчас, кстати, недавно прошла у меня акция ГОТА, типа Ацбергпота. Что, типа, запожите карточку Warface. Ну, я от такой идеи отпазался. По трем причинам. Первое, это потому что я не хочу иметь слишком много карт. Потому что разбираться, какая рабочая, какая нет, какая зарплатная, какая нет. На какой есть деньги, на какой нет. Вот эти вот счета хранить не хочу. Чем меньше карт, тем лучше. Во-вторых, мне не понравилась ни одна арта по стилю и дизайну. То есть, да, это неплохая, это тоже неплохая, но это не то, это не то. Поэтому, отказался. Ну и третья причина, это вот арта Медмак я заказал по одной, по той причине, то что Медмака я, по крайней мере, играю. Винт во второго, с первого, с третьего, к сожалению, мне не удалось. А Warface я вообще никогда не играл, не играю и, возможно, не буду играть. И поэтому заказывать карту, там, из-за бонусов, которые предоставляют игра, я не хочу. То есть, если карта Медмак, там у нее бонусы были более заманчивые, то Warface, первый бонус это ножик с каким-то не очень привлекательным скином, а второй бонус, чтобы получить на карту, надо положить деньги. Поэтому мне это не очень нравится, не очень интересно, поэтому я в этой идее оказался. Ну и сейчас, наверное, новая акция прошла. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Самое интересное, если у вас есть карта, то прошу вас написать, то есть, сколько шла по выделе, потому что вам, наверное, по камере не видно. Ну, а там есть, ой, такие дефекты у карты, ой, такие небольшие потертости, небольшие какие-то пятна, которые нельзя не стереть и вывести. Если смотреть так, то их не видно. Если предвизит рассмотреться, это все не очень красиво, напрягает. Ну, в принципе, хватит уже об этом. Подписывайтесь на канал. Все. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok